Просто картина маслом, ребята, голые гномы, лежащие и спящие на полу волчицы по имени Айка. Да, тут рядышком ещё один гномик, всё нормально, как бы всё прекрасно. Кстати, у нас появилась ещё вторая мисочка на кухне, да, специально вот для нашей Айки. Нори у нас уже завтракает за своей мисочкой, всё правильно, тут у нас третий гном. Грейс у нас счастливая, довольная, радостная идёт убирать в доме, мыть посудку. Он уже начинает с самого утра пораньше помогать. Да, и всё прекрасно на самом-то деле, и чьи-то у нас тут стоят, интересно, мне ножки. Чьи-то стоят, интересно, тут ножки. Я не знаю, ребят, как вы, но я, я вообще не узнаю, кто, кто этот молодой человек. По крайней мере, со спины мне кажется, что вообще просто невозможно даже с первого раза догадаться, кто бы это мог тут быть и с самого утра пораньше кушать и, в общем-то говоря, поглощать бутерброды с ветчиной и сыром, потому что этот молодой человек у нас уже скоро будет в школу опаздывать. Он у нас проспал. И да, ребят, это, конечно же, Филберт. Я думаю, вы прекрасно это поняли с самого первого кадра. Просто, просто дело в том, что у Филберта смена образа. И, как вы можете заметить, довольно-таки неплохая смена образа. Да, теперь у Филберта у нас собраны в пучок вот так вот волосы. Ну, знаете, просто дело в том, ребята, что вот этому вот прекраснейшему молодому человеку уже совсем скоро будет 20 лет. Наконец-таки он станет молодым. Официально уже взрослым, ответственным персонажем. Да, кстати, игра тоже об этом мне сказала. Мне уже прислали уведомление о том, что совсем скоро Филберт будет отмечать день рождения, наконец-таки. И да, на самом-то деле Филберт подумал, что уже надо как-то вылезать из этих подростковых таких шмоточек немножечко. Возможно, кое-где несуразных. Хотя, мне кажется, что вполне-то был прилично одет Филя. Вот не надо мне тут. Да, тем более в доме у него теперь поселилась еще и девушка, с которой он практически не знаком. Да, но тем не менее уже успел даже как-то к ней проникнуться. Поэтому он понимает, что надо как-то выглядеть тоже прилично, соответствующе. И, в общем-то говоря, конечно же, прошло довольно-таки много времени. Прошли года. Наш Филберт подрос. Он стал немножечко поумнее, помудрее, как-то по ответственнее, что ли, по осознаннее. И решил, что да, в принципе, надо уже, надо немножечко, возможно, как-то более прилично одеться. И вот волосы он решил собрать. Конечно же, иногда он у нас их будет распускать. Да, все-таки без распущенных длинных волос. Мне кажется, что наш Филберт это уже вообще не Филберт. Но, тем не менее, вот он выглядит у нас вот так. И я подобрала ему прям очень-очень много нарядов. Вот. Я думаю, что... Я, по крайней мере, очень надеюсь, что он их нам будет показывать постепенно со временем. Да. Или же, если он не захочет переоделаться, вляпается во что-то одно, то я вам сама покажу, во что я его переодела. Ну да, ребят, у нас пятница, практически 8 часов утра. И да, как я уже говорила ранее, Грейс у нас решила помочь. Самое утро помыть по сутку. И она у нас, конечно же, сегодня остается на хозяйстве. А вот этот вот молодой человек прямо сейчас будет докушивать свои бутерброды с ветчиной и отправляться в школу. Да, скажи. Филберт, да, что-то я как-то проспал сегодня вообще. Как-то безответственно себя повел. Надо будильник, что ли, поставить себе. Да, давай, пожалуйста, скажи доброе утро, Грейс. Вот, искренне комплимент ей сделай правильно. Подними с утра настроение. Вот, наши двое, в общем-то говоря, подопечных завтракают. Да, Филберт говорит, я совсем скоро отправляюсь в школу. Так что, да, ты остаёшься одна на хозяйстве. Вот, я надеюсь, что всё будет хорошо. Если что, не волнуйся, не паникуй, звони мне. Я, если что, всегда помогу, отвечу на все вопросы. Можешь пока осмотреться в доме вообще. Кстати, Грейс у нас независимый ботаник, если что. Ого, у неё уже 525 баллов счастья. Слушайте, это круто. Грейс, ты молодец. Да, и так как Грейс у нас остаётся сегодня на хозяйстве, я думаю, что, учитывая то, как она у нас любит природку, как она у нас вообще любит растения, и учитывая то, какое у неё огромное желание заниматься ботаникой, я думаю, что она, конечно, захочет посмотреть на наш сад. Вот, возможно, даже захочет им позаниматься. И ещё, я думаю, что она, конечно же, обратит внимание на вот этот вот уголочек, на столик, на даже отдельное такое рабочее место для флориста. Вот, и я думаю, что почему бы и нет, почему бы нашей Грейс не попробовать позаниматься какими-нибудь букетиками. А вечерком, вечерком, когда Филберт у нас вернётся со школы, как раз сегодня пятница, слушайте, это у нас сегодня последний день в школе, ребята, слушайте, действительно. В воскресенье у нас день рождения нашего Филберта, слушайте, это круто, сегодня у нас последний день в школе, это очень прям здорово, мне кажется, вообще просто супер. Да, значит, мы сможем спокойно устроить вечериночку, настоящий кутёж по этому поводу, это вообще меня очень сильно радует. И да, учитывая то, что нам теперь не нужно будет делать никаких домашек, вообще ничего, то я думаю, что, в принципе, если этот молодой человек прекрасно будет себя хорошо чувствовать после занятий, то мы, конечно же, мы отправимся в мир магии, потому что Филберт обещал Грейс это сделать. Вот, кстати, это наряд для холодной погоды нашего Филберта, как вы можете заметить. И, кстати, он мне просто, он мне просто безумно нравится. Ну-ка, Филя, покажись. Ну-ка, Филя, продефилируй. Знаете, как мама мне часто говорила, когда к нам какие-то гости приходили, она говорила, ну давай, Ангелина, покажи, какие мы тебе к школе новые вещи купили, покажи бабушке. Да, ну-ка, Филя, покажи, какие мы тебе купили вещички, такую университету, а? Будешь самым там модным студентом. Да, я тебе говорю, Филя, там просто, там все обалдеют от того, какой ты модный, стильный, молодежный парень. Патриция будет просто в шоке, влюбится в тебя с первого взгляда. Просто я тебе даю честное слово. Вот, безумно нравится мне этот наряд. Такой, как всегда, в стиле, знаете, в стиле нашего Филберта, немножечко такой расхлябистый, немножечко какой-то такой, эх, ну, даже не знаю, как объяснить, но, в общем-то, такой простой, многослойный, как бы, да, и в то же время это, мне кажется, ему безумно идет. Ну что же, ребят, как я и говорила, наша Грейс тут заглянула уже в наши закрома, в наши садоводческие закрома. Да, она у нас, в общем-то, помогла нашим пчелкам, потому что у них опять завелись клещи. И она у нас, в общем-то говоря, воспользовалась специальным средством против клещей. Да, кстати, может быть, можно уже украшения снять все-таки? Да, давайте мы уберем украшения. Вот, замечательно, праздник урожая уже закончился, в принципе. Так, Айка, Айка, ты что? Ты что здесь делаешь, дорогая моя? Ты решила заснуть? Давай, вот, как раз, слушайте, Айка, вот у нас точно сразу видно, что это волчица Грейс, что это необычная волчица, поистине какая-то магическая. Да-да, ребята. Поэтому она у нас сразу же отправилась сюда, куда я сама хотела отправить Грейс. Я думаю, что он, конечно же, проследит за тем, куда пошел ее питомец. Давай, Грейс, спускайся сюда, посмотри, что здесь вообще происходит, что здесь у нас есть в доме лоидов. А здесь у нас очень интересные вещи, да. Тут у нас есть очень интересные, между прочим, вещи. Это столик для флориста. Вот. И, наверное, сейчас Грейс просто обалдевает от того, какой у нас клевый дом, сколько всего тут есть, и вообще, сколько всего тут можно поделать, всякого разнообразного. Поэтому давай, может быть, попробуем с этим создать композицию. Что такое все? А, а, все, я поняла. Так, давайте, 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 что мы можем сделать? Летнее утро. Не, ну летнее утро, у нас же все-таки осень. Давайте, может быть, и спаду бы сделаем композицию. Вот. Так, Нори, что ты хочешь? Что ты хочешь? Давай, спускайся к Айке, буди ее, говори. Красавица, пошли с тобой гулять, пошли с тобой развлекаться. У меня есть такой мячик. У меня есть такой мячик. Просто закачаешься. Пойдем ко мне, посмотришь на мой мячик. Да. Подкаты в стиле Нори, они, я думаю, именно такие. Я думаю, что они именно такие будут. Так, все, разошлись, разошлись. Теперь Айка у нас вышла, Нори пошел сюда. Ну давай, догоняй свою новую подружку. Догоняй свою красавицу. Сейчас у нас Грейс закончит заниматься букетиком, флористикой. Да, ну что, как у тебя получилось? Покажи ко мне. Да, смотрит у нас Грейс на Нори и думает, а мне кажется, что у вас с Айкой могли бы получиться очень хорошенькие щенята. Я тоже так считаю. Ну что, слушай, ты молодец. По-моему, по-моему, очень даже неплохо вышло. Давай я тебя вот так вот сфотографирую, кстати. Смотрите, ребят, какая у нас тут милота. Это одна из тех причин, кстати, почему вот я прям с огромной радостью заселяла Айку к нам домой вместе с Грейс. Это потому, что эти двое теперь могут развлекаться вот так вот друг с дружкой и им теперь, мне кажется, будет намного веселее. Уже не будет так одиноко, по крайней мере, я очень сильно на это надеюсь. Но мне кажется, что они прям два сапога пара и очень быстро подружатся. И, кстати, да, я думаю, что в принципе, что в принципе через пару дней, да, можно было бы уже попробовать нам и заводить щенят, поощрять их спариванию, да. Вот. Возможно, возможно, будет у нас подарком ко дню рождения Филберта это щенки у Тайки. Я даже не знаю. Так, ну что, ребят, наш Филберт вернулся со школы и, да, он, к сожалению, в плохом состоянии. Да, сук у него вообще на нуле. Ну, давай, дорогой мой, заходи домой. Вот. Я думаю, ребят, что мы сейчас с вами поднимем досуг Филберту и после этого уже ближе к вечеру будем отправляться в мир магии, в принципе, да. Почему бы и нет. Ну что, Грейс, расскажи, как у тебя тут дела вообще. Я смотрю, ты тут время даром не теряла. Тут уже такой букетик красивый стоит, просто прекрасный. Да, ну ты мне льстишь, знаешь, просто я не смогла пройти мимо вашего столика для занятия флористикой. И вот, ты знаешь, мне очень нравится на самом деле заниматься и растениями, и вообще ухаживать за садом, выращивать что-то новое, создавать что-то новое своими руками. Поэтому я решила, почему бы не попробовать заняться вот такой вот ерундой. Ну, почему уже ерундой? Это вовсе не ерунда. Мне очень нравится, действительно, классно выглядит, ты молодец. Я, честно тебе скажу, я тоже в свое время таким занимался, вот, с сестрой на день рождения сделал такой букетик. Кстати, как насчет того, чтобы посмотреть сейчас какой-нибудь фильмец, потому что я что-то вообще, я что-то так убился сегодня в этой школе, честно тебе скажу. Грейс у нас сейчас скажет, в принципе, почему бы и нет, да, а заплатка, заплатка уже делает это, заплатка уже смотрит у нас тут кинцо. Слушайте, какой офигенный персонаж, я не устану это повторять. Давайте мы присоединимся, что ли, или посмотрим, что мы посмотрим. Не, ну ладно, давайте посмотрим какой-нибудь чисто, знаете, вот включим первое попавшееся, да, какую-нибудь там мелодраму, например. Да, я думаю, что вот сейчас закончим смотреть фильмец, вот, отлично, смотрите, у нас уже досуг очень так хорошо подскочил, да, поэтому я думаю, что совсем скоро уже будем отправляться в мир магии, мне, кстати, очень радует, что Филберт себя очень неплохо чувствует, вот. Так, ну что, ребята, у нас практически 11 часов вечера, да, я говорила, что вот-вот, сейчас отправимся, сейчас отправимся уже в мир магии, но потом Филберту резко стало плохо, у него все нужды скатились вообще, и сон был на уровне красном, ну, то есть он он бы опять там ходил вялый, вообще не смог бы ничем заниматься, поэтому пришлось немножечко мне за ним поухаживать, да, Грейс в это время поухаживала за нашими собаками, вот, и наконец-таки сейчас уже все себя хорошо чувствуют, и мы смогли отправиться сам Калимир Брук, да, и Филберт у нас сейчас говорит, ну что, дорогая моя, ты готова отправиться в просто потрясающее приключение, я уверена, что тебе более чем понравится, такого чудо ты еще не видела, я сам только недавно его увидела, ой, я даже не знаю, чего и ждать на самом-то деле, но я уверена, что это будет грандиозно, ну, и знаешь, если у тебя такое хорошее настроение, если ты говоришь, что мне понравится, то я действительно, я действительно думаю, что все будет хорошо, и бояться значит нечего, да, конечно, бояться нечего, Грейс, ты что, там очень клево, я уверена, тебе очень сильно понравится, но сначала нам нужно туда дойти, да, сначала нам нужно туда дойти, поэтому пойдем, так, я ходить, да, я помню дорогу, конечно же, я помню эту прекрасную тропинку с волшебными, громадными, просто какими-то ненормальными грибами, вот, и да, конечно же, мы отправляемся в волшебный мир, отправляемся вместе с Грейс, давайте, ребята, хватит болтать, давайте уже бегите, ну что, милая, расскажи мне, как ты вообще себя чувствуешь, какие эмоции ты испытываешь, расскажи мне, ты вообще, как, не испугалась, как тебе здесь все нравится, все ли в порядке, ты вообще видишь, это просто, это просто обалдеть, я просто в шоке, это же какие танцы с бубнами надо было проделать для того, чтобы здесь все так построить и вообще, здесь все так удивительно, я просто не смешеней, и да, ребята, я у вас очень сильно прошу прощения за звук, который был у меня в первой половине моей серии, потому что почему-то, почему-то программа решила захватить звук не с микрофона, а с обычных динамиков на моем ноутбуке, да, я это обнаружила, к сожалению, очень поздно, и да, вот продолжение, кстати, этой серии я продолжаю записывать намного позже, чем я записывала начало, прошло уже аж несколько дней, скажу вам по секрету, но, тем не менее, я все помню, конечно же, конечно же, мы прибыли вместе с вами в Глимербрук, ой, вернее, в Глимербрук, говорю, мы прибыли с вами в волшебный мир, сейчас у нас Грейс просто обалдевает от того, какую она красоту здесь видит, и да, давайте мы здесь найдем, наверное, вот она, наша Элифия стоит, уже готова рассказывать Грейсу, кто она такая, что ей делать с ее способностями, давайте, конечно же, подойдем к Элифии поближе и познакомим вместе с Грейс, я думаю, что мы здесь пробудем вообще всю ночь, прям до утра, потому что, к сожалению, только сейчас мы добрались до мира магии, я думаю, что мы здесь будем действительно прокачиваться до самого рассвета, может быть, даже дольше, потому что, в принципе, у нас суббота, и нашим персонажам никогда не нужно, Грейс у нас не работает, Филберт у нас закончил школу, вот уже вчера он выпустился, поэтому, да, он готов, привет, здравствуй, Элифия, вот я привел тебе ту девушку, о которой ты мне говорила, я надеюсь, что я же не ошибся, я надеюсь, что это она, ее зовут Грейс, ой, здравствуйте, да, действительно, мне Филберт рассказывал, что меня искала какая-то женщина, неужели это вы, о, да, Грейс, действительно, все верно, ты это нашел, да, 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 все хорошо, я думаю, мы с ней сейчас с огромным удовольствием поговорим, сейчас мы с ней посекретничаем, все обсудим, да, и потом, потом она тебе расскажет, если захочет, ну, хорошо, девчонки, я понял, Филберт, это такое лицо смешное, да, я понял, хорошо, без проблем, я, наверное, тогда пойду трое поищу, он должен мне показать кое-какие плюшечки, да, поэтому, поэтому я, наверное, не буду вам мешать, вы тут посекретничаете, да, 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 иди, трое тебя уже заждался, отлично, трое нас уже заждался, это прекрасно, давайте мы его найдем, о, кстати, вот и трое, вот и трое, слушайте, даже мне его искать не пришлось, отлично, давайте пообщаемся с троем немножечко, узнаем его получше, да, респекту, уважуха, и после этого, после этого волшебство, так, 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 нужно попросить обучить неукротимые магии, вот, давайте попросим обучить, здравствуйте, да, еще раз, мне очень приятно с вами познакомиться, Филберт говорил мне, что вы замечательная женщина, да, конечно же, Грейс, пришлось тебе по душе, я даже в этом не сомневаюсь, ну, давайте поговорим вместе с Ильей Финей, да, мне очень любопытно, как, каким образом вы вообще могли узнать обо мне, конечно, Филберт мне рассказывал, что вы, как какой-то хранитель, заботитесь о том, чтобы во всех мирах было все в порядке, и чтобы эффект бабочки не нанес каких-то совершенно губительных последствий, ну да, да, знаешь, я и еще двое моих коллег, так скажем, моих соратников, вместе мы здесь все следим за то, чтобы во всех мирах все было в порядке, мы храним, в общем-то говоря, равновесие в пространстве и времени, и это наша основная работа, которую, которой мы посвящаем всю свою жизнь, поэтому, да, вот, в принципе, мы и занимаемся, поэтому я сразу же узнала, когда ты переехала из-за зеркального мира, это очень интересно, мне Филберт рассказывал, что вы можете мне как-то помочь, и рассказать вообще, кто я такая, какой силой я обладаю, вы, наверное, знаете уже кое-что, так ли? Я думаю, что какой-то уже портрет обо мне у вас составлен, ну да, ты знаешь, действительно, я уже немножечко о тебе знаю, не все, конечно, но тем не менее, кое-что могу о тебе рассказать, например, о той силе, которой ты обладаешь, я думаю, ты уже замечала не раз, что что-то с тобой происходит странное, не так ли? Ты же наверняка просто не могла не заметить, что ты обладаешь какими-то определенными способностями, ну да, вы знаете, действительно, я замечала, что со мной что-то не так, и вы знаете, это очень странно, возможно, мне, конечно, показалось, хотя сейчас, после того, как я увидела вас, после того, как я попала в этот мир, мне кажется, что действительно, мне ни в коем случае не привиделось, не почудилось, и действительно, я не какой-то необычный человек, необычный сим, Вы знаете, мне всегда казалось, будто те, кто находится рядом со мной, кого я окружаю, они будто бы стареют и вообще развиваются не так быстро, как остальные Я это судила по своим родителям, например, вы знаете, мне кажется, что они старели не так быстро, как, например, родители моих друзей, моих одноклассников и моих друзей в университете уже потом, которые мне, к сожалению, пришлось бросить из-за некоторых обстоятельств Да-да, ты права, ты очень всё правильно подметила, моя хорошая И я думаю, что Филберт уже вполне мог тебе кое-что рассказать, например, свои догадки какие-то по поводу тебя, потому что его отец тоже обладал такой же способностью О, вы знаете, да, Филберт действительно мне что-то подобное рассказывал о своём отце Он говорил, что он был просто замечательным человеком и что он обладал действительно такой же силой, как и я И Филберт это назвал как-то, по-моему, хранение времени Вы мне не подскажете? Это, конечно, очень интересно, я вроде как понимаю, что значит это словосочетание, но, может быть, вы мне всё-таки объясните, что же это именно такое, хранение времени, и что же мне с этим делать? Потому что я, если честно, совсем не в курсе, и даже предложить не могу, как мне с этим справляться Да, ты не переживай, я тебя всему научу Да, Филберт тебе сказал всё правильно, дорогая моя Дело в том, что ты родилась необычной девушкой Ты родилась хранителем времени Хранители времени это особые симы, это особые люди, они, конечно же, не такие, как мы, не такие, как Филберт И вы не являетесь алхимиками, например Вы не можете варить какие-то особые зелья, вы не можете применять заклинания, но, тем не менее, вы можете кое-что другое И кое-что очень-очень даже полезное и классное, скажу я тебе, дорогая моя Вы можете хранить время и затормаживать его для себя И также не только для себя, для тех, кто окружает тебя И, например, даже вообще для всех людей, которые живут рядом с тобой в одном мире Но для того, чтобы обладать такой большой силой, для того, чтобы правильно её применять Ты же понимаешь, что очень нужно много тренироваться Не терять время зря, ни в коем случае Нужно очень много всего изучать постоянно и тренировать свои способности О, да, я понимаю, конечно же О, тем временем у нас Филе узнаёт Электрис Слушай, поздравляю, поздравляю Ты, наконец-то, узнала своё первое заклинание Там у нас трой кокетливый, интересно, что это он раскокетничался Так, кстати, да, пацаны, как тут у вас дела? А где наша книга заклинаний? У нас, по-моему, неукротимая магия отвечает за светлую Если я всё правильно помню Ну, там вообще есть несколько заклинаний Да, Электрис, я вот сейчас даже не вспомню Можем мы юзать Электрис или нет Ладненько, ну давайте пообучаемся неукротимой магии Да, всё правильно Вот, я надеюсь, что у вас тут всё хорошо Трой, скажи вообще у Филберта Как, у него есть шансы не стать хорошим Пошедником? У нас трой говорит Да, ты знаешь, Энгейна, я думаю, что у него всё получится Да, Филберта, в тебе явно есть большая сила В тебе хорошие задатки Но, ты знаешь, мне кажется, что тебе нужно просто больше тренироваться Потому что всё-таки ты много лет не занимался вообще никакой магией Поэтому сейчас нужно будет, конечно же, тебе поднажать Ага, здравствуйте, здравствуйте, Фурия Как всегда довольна у Фурии, вроде как всё хорошо Это меня просто не может не радовать Так, девчонки, а вы тут как? А вы тут как? Гресс у нас, наверное, сейчас говорит Конечно, я понимаю, что нужно очень много тренироваться И я согласна Я с удовольствием буду изучать себя Ведь именно для этого я к вам и прибыла Именно для этого я искала ответы на вопросы Которые так долго меня мучили А скажите, пожалуйста, может я как-нибудь смогу этому научиться у вас? Ты знаешь, я могу тебе кое-что рассказать Это правда Можешь просто зайти Вот, пожалуйста, в наше главное здание У нас есть большая библиотека Я могу тебе посоветовать очень хорошие книги Специально, которые были написаны предыдущими Великими Хранителями Времени Да, у меня такие книжки имеются И я скажу тебе, что да Ты действительно сможешь найти что-то для себя там полезное Что сможет тебе пригодиться в будущем И ты действительно, если будешь хорошо заниматься И упорно тренироваться Ты сможешь хранить время И даже затормаживать его для всего мира В котором ты живёшь Ну пойдём, я тебе покажу библиотеку нашу скорее Так, отлично Рефи у нас уже всё, пошла в библиотеку А тут у нас дуэль Тут у нас дуэль Слушайте, ребят, я не знаю У нас, мне кажется, какое-то прям очень большое количество Сгенерированных игрой симов Вот мне кажется, что их никогда вообще не было столько много И мне аж прям страшно С чего вдруг игра начала так бешеных генерировать Так, ну отлично Давай с тобой почитаем, наверное, котлы, палочки, ведьмы Вот, отлично Да, кстати, у нас Грейс собирала урожай Вот, надо будет его потом не забыть продать Денежки нам нужны Так, отлично Филберт, у меня тут стоит с Троем общается Красно Да, давайте уже скорее будем тренироваться И мы будем зря терять время Филберт, тебе русским языком сказали, что тебе надо Работать, работать, работать и работать Как еще такого мне не расскажешь Да, почему на самом деле заклинание О, каври, меск, крейни, пипса Зампас, найапуф, жамбасаны Давай так что, занимайся, а я с тобой будем бедать И если что, расскажу, что не так, прохотрою О, спасибо большое, хорошо, я понял Ну все, давай, давай с тобой заниматься Давай, давай, мой сладенький кексики Сейчас мы будем колду и баба колду идет делать Вот отлично, мой ты хороший, мой ты красивый Опса, извиняюсь в это Извиняюсь, небольшие произошли накладочки технические Так, я с вашего позволения пофоткаю своего персонажа Боже, какой-то у меня какой-то у меня все-таки клевый мужчина Ну еще не совсем, конечно, мужчина Совсем скоро станешь взрослым мужчиной Какой-то у меня хороший, клёвый парень Я просто не могу с тебя А ну-ка, давай Правильно поколдуй Я походу тебя походку Вот так вот, красиво Со всех ракурсов Да, прям, вот, очень мне нравится Филберт, вообще Больше и больше Я прям в восторге Кстати, да, учитывая то, что Наш Филберт светлый маг Так, что это такое? Давай, ну-ка, нет филхонов Вот как раз эта Лифия подошла к Трою Говорит, слушай, дорогой мой Ты только, пожалуйста, не забудь сказать Филберту Что, учитывая то, что он светлый маг Он, в общем-то говоря В отличие от тёмных магов Должен колдовать с помощью волшебной палочки И также он должен Он должен будет обрести себе метло Да, ты обязательно ему это напомни Да, кстати, действительно Нам нужно будет купить Отправиться и купить Волшебную палочку И метлу Да, мы отправимся с вами вот сюда Ух ты! Ух ты, какие чудеса! Боже, как тут классно Как тут красиво Я просто не могу Восторг Я в восторге Я здесь второй раз, наверное, вообще За всю игру свою Да, первый раз я здесь была Только на обзоре этого игрового набора Вместе со своей субверсией И с вами на стриме Да, вот Я думаю, обязательно заглянем сюда И заглянем сюда Купим себе Какую-нибудь волшебную палочку и метлу Вот Я думаю, учитывая то, что у нас династия светлых магов То, в принципе, мне кажется, что было бы круто Знаете, ребят Мне кажется, было бы очень здорово Если бы мы, с вами, собирали целую коллекцию метл и палочек Чтобы у нас дома были такие прям вот отдельные комнаты У меня в подвале я что-нибудь Слышу, что я подошу Все вооружу Да, поставлю какой-нибудь котел Но это в случае, если у нас будет алхимик дома, конечно же Да, это я так Это я так уже с намеком на Патрицию, знаете Ну, мы, конечно же, посмотрим Как там у нас пойдет Патриция Так, отлично Мы уже стали чародеями-новичками Это очень круто Наконец-то мы продвинулись как-то в нашей прокачке Так, и давай, мой хороший Так, давай, во-первых, я тебя вот еще раз сфотую Вот ты у меня такой эпичный Да, Фурия, наверное, у нас проходит мимо и говорит А ты неплохо, неплохо, да Ну, занимайся, занимайся Я за тобой понаблюдаю еще Ага, скажи, Филберт, спасибо Спасибо, Фурия, дорогая Так, сейчас я хочу Посмотреть Сейчас я хочу посмотреть По табличке от Трис Что мы можем прикупить Нашему Филберту Учитывая то, что он у нас светлый маг Так, все, ребят, я нашла Нашла этот пост Да, на него ссылочку я, кстати, обязательно Оставлю в описании Тут все очень хорошо и круто расписано Так, вот, нашла Светлые маги Неукротимые, да, все правильно Светлые маги у нас занимаются неукротимой Неукротимой, скажем так, отраслью нашего колдовства И мы можем покупать различные бонусы Которые находятся Которые находятся вот здесь у нас Вот в такой вот иконочке с книжечкой Также в иконочке вот такой вот с ручкой И можем покупать также Вот эту вот перку Учителя от природы Вот весь вот этот вот ряд И вот эти два Да, вот я, насколько поняла То мы можем все вот это вот покупать А что касается книги заклинаний, кстати То у нас Мы можем открыть доступ к себе Себе к заклинаниям И с практической магией И из проказливой магии, да А, и также неукротимая магия Конечно же, да, точно В неукротимой магии мы можем В общем-то говоря После изучения Использовать абсолютно все заклинания Которые вот тут есть То есть вот мы изучили электрис Мы можем им пользоваться Потому что мы светлые маги А в отрасли проказливой магии Мы можем использовать безумие Можем использовать морфеус И видоизменис Вот А в отрасли практической магии Так, практическая, практическая Вот она Ага Мы можем использовать лакомица Также цветенью И зеленцу Вот Что касается наших Что касается наших перок Где они? Вот Значит, мы можем использовать Весь вот этот вот ряд Как я уже говорила раньше Так, давайте посмотрим, что у нас здесь Знание о волшебстве Персонаж быстрее читает И занимается исследованиями На компьютере Эти действия Со временем будут способствовать Повышению волшебного опыта Так А вот это у нас Снять заряд Ой, слушайте Я думаю, что это очень важно Кстати Давайте мы, может быть Купим ему снять заряд Мне кажется Что для каждого мага Это в принципе хорошо Вот Ну давайте Пускай будет так У меня Филберт первый маг Вообще Поэтому я буду на нем Вот так вот Экспериментировать А вообще Конечно же Магов можно прокачать Абсолютно по-разному И они у вас получатся Абсолютно С неповторимыми Особенными Способностями Что очень-очень круто Ну давайте Вот все-таки Возьмем ему Снять заряд Вот Вот так вот Мне нравится Я в принципе довольна Слушай, друг Мне кажется Что я сегодня Довольно-таки Неплохо поработал Уже даже Ты заклинания изучил Как тебе кажется Это вообще нормально? Ну ты знаешь Вполне неплохо Да, Филберт Ты молодец Ты действительно Нормально продвинулся Относительно того Что у тебя вообще Практически Не было никакого уровня Поэтому да Я думаю Что все получится Кстати Мне Лефия Просила напомнить Чтобы ты В общем-то Говоря знал Что ты руками Ты учитывая То, что ты не светлый маг То руками У тебя колдовать Не получится Ты конечно Можешь попробовать Но эффект Будет не такой сильный Как от того Если ты будешь Колдовать палочкой Поэтому да Ты можешь Отправиться На соседний остров К нам Там у нас Очень наняты Хорошие торговцы И товар там Просто я тебе уверяю Самый лучший Из разных миров От действительно Очень талантливых И толковых мастеров Поэтому ты можешь Туда заглянуть Когда тебе будет удобно И выбрать себе Твою спутницу По жизни Твою палочку Да И метла Кстати тебе тоже пригодится Метла Серьезно Я что Я как ведьмочка Буду летать на метле Ну да Почему сразу Как ведьмочка Метла клевые Я уверена Что тебе понравится Там такие есть Уморительные Что вообще Я думаю Ты будешь просто В восторге Законяй Не помнись Тебе это вообще Страх повредит Ладно Хорошо Я понял Ну вот и славно Вот и славно В общем Я если что Буду тебя ждать Ты как бы Приходи Я всегда тебе подскажу Помогу Вот Кстати у вас там уже утро По-моему Не хочешь Может быть уже домой отправиться Мне кажется Ты подустал как-то Да Ты знаешь Действительно Я сейчас отыщу Грейс Спрошу Готова ли она отправляться И уже отправимся домой Да Действительно Я думаю Мы отправимся домой Только Грейс Сейчас Немножечко Себе нужды Поднимет Я думаю Да Вот я ее Отправила в туалет Она уже у меня Начиталась Немножечко Начала вникать Во всю эту тему Конечно же Для нее Это все очень По-новому Очень необычно И интересно Но она это все С удовольствием Отвечает И я думаю Она будет И продолжать Этим заниматься Тоже С большой радостью Ну а сейчас Действительно Уже суббота И скоро будет Шесть утра Я думаю Действительно Пора Уже домой Вот так что Да Давай подождем Давай подождем Когда Грейс Освободится И будем Отправляться К нам домой Ну что же Ребята Мы с вами Прибыли домой Да У нас Как я и говорила Практически Шесть часов Утра Суббота Да У нас Кстати До зимы А Все Ребята У нас сегодня Последний день Осень И у нас Завтра Начинается Зима О боже Ты подружка Суббота Я надеюсь Что я Что я Что я Вообще За человек Такой Слушай Ты Пожалуйста Прекрати Я уверен Что у тебя Все получится И ты Настоящий Просто Звездой В своем Деле Пожалуйста Не говори Такого Я тоже Вон балду гонял Практически Ничем не занимался Ну и что Ничего Я сейчас готов Упорно работать Заниматься Для того Чтобы стать Действительно Хорошим магом И для того Чтобы В будущем Применять свои Способности Во благо Поэтому Ты мне даже Не говори Такого У тебя Все получится Перестань Я всегда Тебя поддержу Помогу Если что И если Если вдруг Будут какие-то вопросы Можешь отправляться В мир магии Там всегда Тебе будут рады Я уверен А ты знаешь Ладно Хорошо Я наверное Я наверное Действительно Просто уже Начинаю Как-то руки Опускать Знаешь У меня есть Такая Немножечко Отрицательная Черта характера Но спасибо тебе Большое За поддержку Я действительно Ее очень ценю Ты знаешь Я что-то так Подустала Думаю Может быть Может быть Пойдем И сдремнуть Да конечно Ты что У нас уже Почти 6 утра Я тоже Если честно Вымытался Поэтому да Давай-ка уже Наверное С тобой будем Расходиться И оставим Это Немножечко На потом Да Я думаю Действительно Будут Будут Мои Дорогие Любимые Персонажи Расходиться Собаки Но у вас Как дела Айка Все ли хорошо Тебя тут Нори не обижал Я уверена Что нет Я думаю Что все Тут потрясающе Да Буду я сейчас Отправлять Своих симов По кровати Вот Грейс Ты тоже Тоже Иди Поспи Вот Пожалуйста В свою кроватку Да И буду я на этом Заканчивать Эту серию Вот такая Вот она У нас Сегодня Получилась И я надеюсь Что она Вам понравилась Так что Всем огромное Спасибо За то Что были со мной Всем огромное Спасибо За просмотр Всем до новых Встреч И всем пока